Друзья, здравствуйте! В этом уроке я расскажу о том, что людям мешает расти в доходе. О чем этот урок? О психологических причинах, которые мешают расти в доходе. О том, почему действия для роста дохода не дают желательного результата. И о том, как детские впечатления, связанные с деньгами, с доходами и с расходами, могут являться ограничением для нашей финансовой емкости, для наших денег и для роста дохода. Расскажу немного о себе. Я Наталья Сафронова, бизнес-психолог, энерготерапевт. И темы, связанные с деньгами, доходами, расходами, я рассматриваю и корректирую с точки зрения энергетических процессов, которые запускают люди своим мышлением. Расскажу о своем опыте. Более 10 лет я занимала руководящую должность. И 7 лет назад я ушла из найма и начала самостоятельную деятельность. Я работала руководителем, бизнес-тренером, бизнес-коучем, бизнес-консультантом. И теперь все больше и больше я бизнес-психолог, энерготерапевт. И ушла в своих профессиональных компетенциях в глубину психологических процессов. И именно там помогаю, через коррекцию вот этих процессов, помогаю людям получать результаты. В целом, в бизнес-консультировании я более 11 лет. И практики наработала более 22 часов. Да, такой достаточно большой объем часов лета. И работа с группами, и индивидуальная работа. И последние 4 года преимущественно работаю в индивидуальной терапии, в работе с мышлением. Среди моих клиентов предприниматели, руководители в найме, эксперты. И хочу поделиться несколькими кейсами моих клиентов. Ксения Ельцова, руководитель. И когда-то она начинала работать со мной и была специалистом. И ей хотелось развития, но она не знала, куда развиваться. И чувствует, что переросла уже свой уровень. Но таких реальных предложений на руководящую должность ей не поступало. После нашей работы с ней мы проработали ее готовность занять место руководителя. Ее готовность и ценность внутреннюю стоят дороже, как специалист, как руководитель. И через некоторое время компания предложила ей руководящую должность. Причем было очень интересно. И кейс Ксении меня до сих пор удивляет какой-то своей чудесностью. Что в компании даже был создан новый отдел. Раньше этого отдела не было. Отдел был создан с нуля, заново. И уже изначально Ксении был предложен на должность руководителя в этом отделе. А также за последние полтора года трижды ей повышали зарплату. И она большая умница в том, что она все делает так, как мы с ней на занятиях простроили. И очень уверенно строят отношения и с коллегами из других отделов, и со своими подчиненными. Следующая история. Это история Анны Каличкиной. Это бизнес-тренер. И она, будучи бизнес-тренером, работала в найме на должности руководителя по обучению персонала. Организовывала, разрабатывала программы для руководителей предприятий, крупных предприятий. Работала в крупном холдинге. Часть образовательных программ она проводила сама. Ей очень хотелось больше проводить времени с детьми. У нее трое детей. И она всегда хотела о том, чтобы не 24 на 7 работать в найме, а перевести своих текущих корпоративных заказчиков на уровень партнерских отношений. По сути, самостоятельно, как фрилансер, брать проекты и проводить их, и при этом работать в гибком для себя графике. И через определенное количество сессий у нее получилось это простроить. Не только потому, что мы работали с мышлением, с ней вместе, но и потому, что она этого очень хотела и не боялась, и делала. И сейчас она зарабатывает в три раза больше, чем это было в найме. Она выстроила партнерские отношения со своими бывшими работодателями и с новыми организациями и отдельными предпринимателями. Ну и в целом реализует собственные проекты очень успешно. Следующая моя клиентка – это Оксана Сиваева, контент-фотограф. И больше года назад она вышла из найма и с первого же месяца зарабатывает деньги в таком же объеме, как у нее была зарплата. То есть она, уйдя из найма, став фотографом, сразу же с первого месяца вышла на идентичный доход. И сейчас она уже и выросла еще больше. И мы с ней совместно готовились к этому. Это не был какой-то такой резкий шаг. Это была подготовительная работа, простройка, чтобы выход из найма был для нее максимально таким уже подготовленным. И она, по сути, стартанула в самостоятельной деятельности ни разу, ни в одном месяце, не потеряв в доходе. Ну и, соответственно, кроме этого у нее были очень такие с мужем проработки в личных отношениях. Если она очень сильно изменилась и были конфликты с мужем, и он ее отмечал как девушку воинственную, то теперь она девушка наслаждающаяся. И у них очень хорошо, гармонично строятся отношения с мужем. Следующий кейс – это Мария Серафимова, бизнес-трекер, предприниматель, основатель крупного сообщества Mastermind Group в нашем городе. А также у нее еще следующий проект – это музыкальное сообщество. Она создает у нее своя вокальная студия. И когда-то Мария хотела больше денег, но при этом она думала, что бизнес должен вести муж. Вот, а она как будто бы ему помогала бы и продолжала работать в найме. Но после работы, определенной работы с ней, она поняла и приняла для себя, что у нее есть все способности для того, чтобы быть бизнесменом, бизнесвумен, предпринимателем и начать что-то делать свое. И так она словила случайно идею на потоке, идею, которую раскрутила в интересный масштабный бизнес-проект. Это проект сообщества BC вдохновляя в нашем городе, в городе Кемерово. Также она сопровождает как бизнес-трекер. У нее есть свои информационные продукты и очень успешно развивается и растет в доходе. Вот такие кейсы моих клиентов. Клиентов очень много, около 150 предпринимателей и также крупные компании, команды, которые тоже озадачены тем, как выполнять бизнес-цели, достигать бизнес-показателей. В целом, работа с людьми, работа с мышлением людей позволила мне выделить определенный набор психологических причин, которые вообще блокируют рост дохода. Об этом я и хочу рассказать вам. Несколько причин. Ну, это не исчерпывающий перечень, но достаточно объемный. Смотрите, часто люди остаются в некотором застревании в детском денежном канале. Что такое детский денежный канал? Это тот материальный уровень, та база, которую могли дать родители своему ребенку. И если мы застреваем в этом детском канале, то мы не можем выйти в большие доходы, как будто бы взрослых денег не можем ощутить, получить. Для того, чтобы это изменить, нужно убрать застревание в разных детских травмах. Когда ответственность за деньги каким-то образом возложена, либо, если она на вас, то, может быть, на вашем внутреннем ребенке, когда в детстве были вменены какие-то обязанности или ответственность за деньги, за расходы, например, или еще что-нибудь. Либо же ответственность за деньги вы вообще перекладываете на кого-то, на третье лицо. На мужа кто-то перекладывает, да, или там на сотрудников. Есть у меня пример. Девушка-предприниматель, основательница своей студии красоты, и у нее есть сотрудники в найме. И она просто так обрадовалась, что у нее есть мастера, которые пришли и устроились к ней на зарплату. И она очень сильно хотела бы, чтобы и ответственность за клиентский поток, и выручку ее студии тоже бы принесли эти сотрудники. Но сотрудники никогда не смогут нести ответственность за выручку ваших проектов. Эта выручка, она всегда все равно на самом предпринимателе. Если вдруг есть убеждение, что вам нельзя зарабатывать больше кого-то, больше родителей, больше учителей, больше мужа. Многие девушки сдерживают себя в доходе, потому что у них есть убеждение, что больше мужа они зарабатывать не могут, не должны, иначе у них разрушатся отношения. Кто-то не может позволить себе ставить чек выше, чем чек у его учителя, например. Либо кто-то не может позволить себе жить на жизнь лучше, чем родители, да, уровень жизни поднять. У кого-то есть просто разные, ну, у каждого, наверное, есть какие-то убеждения про деньги. И с этим тоже всегда интересно разбираться, исследовать, что деньги – это зло, деньги грязные, или люди с деньгами, они плохие. И чтобы зарабатывать большие деньги, надо много и тяжело работать, и так далее, и так далее. Это достаточно уже такая изученная тема, но, тем не менее, не у всех, далеко не у всех она проработана. Если люди думают, что у меня не получится зарабатывать деньги. Ну, на самом деле, есть просто ошибочное понимание, что такое процесс зарабатывания денег. Кажется, это что-то большое, неподъемное, не для меня точно. И тоже люди так вот сдаются. И когда мы своему мышлению показываем что-то большое, неподъемное, необъятное, то мы заранее сами себя пугаем. И на страх срабатывает несколько реакций. Это замереть или сжаться, например, или убежать. И точно все эти три реакции, они не способствуют движению, и тому, чтобы пойти и зарабатывать деньги, или развивать свой проект. Мировоззрение, нехватки и недостаточности. Это мировоззрение нам досталось, на самом-то деле, от наших предков. И мы живем сейчас в мире изобилия. На самом деле так и есть. Мы живем в мире больших возможностей. И у нас у всех есть возможности и деньги заработать, и ими распорядиться, и насладиться тем, что есть в мире. Но достаточно многим людям до сих пор кажется, что им чего-то не хватит. Клиентов не хватит, какого-то, может быть, продукта не хватит, товара не хватит, денег не хватит. Что-то кончится, и чего-то не хватит. Или им чего-то недостаточно. Мало, мало, мало. Когда мы живем из этого менталитета недостаточности, то мы себе и простраиваем обстоятельства нехватки. Это тоже лишь программа нашего мышления. Статичные образы про деньги. Образы про деньги, если они в виде, например, ну, наше подсознание не мыслит буковками и словами. Наше подсознание мыслит образами, визуальными образами. И здесь очень важно посмотреть, какой у вас образ на слово «деньги». Вот просто для себя представьте. Деньги. Что это для меня? И вы увидите, да, кто-то видит купюры, кто-то видит мешочек с деньгами, например. Кто-то видит слитки золота или какие-то монетки, камушки и так далее. Если это образ статичный, то есть не процессный, неподвижный, а просто какая-то картиночка с нарисованными, да, с изображенными деньгами, то вы можете такой образ увидеть где-то на заставке, где-то в интернете, где-то случайно в журнале. Но это не принесет вам реальных денег. Почему? Потому что деньги мы простраиваем через энергетический процесс. Процесс отдавать ценность и брать ценность взамен. Вот на этом балансе, да, когда у нас эквивалент ценностей простраивается. И тогда у нас получается, что деньги приходят через движение, через движение, через обмен ценностями. И вот именно такие процессные образы и нужно про деньги себе простроить. Страхи и блоки в отношении людей. И здесь нужно понимать, что деньги к нам приходят через людей. Они просто так сами по себе ножками не ходят. Но если мы людей, например, боимся, боимся их мнения, какой-то агрессии от людей, боимся, что люди нас обидят, то тогда мы бессознательно хотим от людей, понимаете, убежать или держаться от них подальше. Но если мы хотим от людей держаться подальше, то как тогда к нам придут деньги? И другой есть, там, другая крайность, да, мы можем жалеть людей, да, и нам казаться, вот люди бедненькие, несчастненькие, денежек у них мало. И как же вот у них там взять сумму денег на то, чтобы они там купили какой-то мой продукт? Таким образом, мы тоже, жалея людей, блокируем готовность брать деньги от людей. И это тоже не способствует нашему расширению и росту дохода. Сейчас я вам расскажу о том, почему же действия для роста дохода не дают результат. Смотрите, у нас есть сознательная часть мышления и бессознательная. Влияние сознательной части всего 1,5-2%. Влияние бессознательной части более чем на 98%. И решение сделать какое-то действие, например, вы решили, буду каждый день выходить в сториз. Наступает тот каждый день, и вы не выходите в эту сториз. Почему? Потому что бессознательно у вас срабатывает. Ага, что обо мне подумают? А вдруг у меня реально что-то купят, а я не готова брать деньги с людей? И так далее, и так далее. И получается, что сознательное ваше решение, буду делать действия для расширения роста дохода, но бессознательно целый комплекс психологических причин может сдерживать вас от этого действия. И, конечно же, бессознательная часть, она победит сознательную. Если вы не работаете с вашим мышлением, с вашей психологической основой, то те действия, которые вы делаете, даже если вы выходите в сториз каждый день, то конверсии, скорее всего, не будет. Потому что вы, например, приглашаете воспользоваться вашим продуктом, но все ваше бессознательное говорит, ой, нет-нет, лучше не приходите. Нет-нет, я не готова с вами взаимодействовать. Нет-нет, мне очень страшно вашу критику получить. И так далее. Поэтому бессознательное, оно всегда нас защищает, и оно нам простраивает то, что мы на самом деле думаем, и то, что мы на самом деле чувствуем. Если вы делаете действия, но эти действия не дали желательных результатов, то, скорее всего, нужно разбираться с теми причинами, по которым эти действия у вас не получились. Вот несколько примеров, которые могут быть для вас понятными. Например, вы хотите закупить рекламу, вы ее даже закупаете, но конверсия очень низкая. И люди, которые пришли, они не покупают. Казалось бы, вы все просчитали, да, по статистике, по конверсиям, сколько процентов из каждого уровня происходит конверсии, и этого не произошло. Или даже произошло, но покупки не случилось. В чем причина этого? Есть какой-то бессознательный процесс, который вас защищает от этой рекламы, от этого действия, от этих людей, чтобы это не конвертировать в деньги. И нужно разбираться с психологическими причинами. Например, вы рассылаете какой-то свой оффер, предложение, или раздаете визитки, и даже вы его верно составили, и дизайн симпатичный. Но почему-то тоже не конвертирует. Причина в чем? Вы можете отдавать этот оффер, какую-то визитку, листовку, но глубинно вкладываете смысл. Например, жалость к людям. Люди, мне вас очень жалко, у вас ведь нет уже денег, вы поэтому ко мне не приходите, и деньги у меня не тратьте. Вот, ну визиточку возьмите. Примерно так получается. То есть, вы раздаете информацию, оффер о ваших продуктах, но конверсии не происходит. Нужно разбираться, что глубинно, почему снова вы себя же, своим бессознательным, от этих продаж, от этих людей защищаете. Например, другой пример. Вы тот эксперт, который проводите диагностики, но люди с них не идут в ваши какие-то платные программы, в платные продукты. Точно так же, желание на диагностике выдать всю пользу бесплатно, это тоже, скорее всего, какое-то жалостливое отношение к людям, когда либо вы оправдываете собственную ценность, потому что вам хочется с первых же минут произвести впечатление и выдать всю ценность, как она есть, бесплатно. Для того, чтобы, ну, если вы еще за деньги будете ценность выдавать, вроде бы как, ну, вашей ценностной емкости на это не хватит. Да, вы недостойны того, чтобы вот так вот выдавать за деньги. Да, вот без денег – окей. Тогда тоже получается, что продаж не происходит. Ну, и в целом вы ведете свой блог, но в нем нет продаж. Это тоже является признаком того, что почему-то вы себе не позволяете получать деньги и не конвертируете свои действия в продажи. Как детские впечатления и ситуации связаны с деньгами? Ну, я уже вначале говорила о том, что у нас у каждого могли быть какие-то травмы в детстве, связанные с деньгами. Теперь, как это влияет? Когда мы, будучи ребенком, получаем неожиданное шоковое состояние. Ну, например, когда-то в детстве меня бабушка отругала за потраченные 3 рубля. Ну, 3 рубля по тем временам это было, наверное, как у нас, может быть, 3 тысячи примерно так. И что я заметила, да, что у меня было застревание вот на этом уровне 3 тысячи. Я никак долгое время не могла их пройти. Например, там 3 тысячи стоила моя сессия. В рамках 3 тысяч мне было окей сходить в супермаркет, да, и я покупала только на эту сумму. Не могла пройти выше. Какие-то, может быть, хвостики по 3 тысячам оставались, да, например, на карточке. Либо если у меня в кошельке 3 тысячи, то это как будто для меня окей, да, там налички. И вот эти 3 тысячи долгое время у меня крутились, пока я не осознала и не узнала то, что мы как раз запечатляемся и застреваем на том примерно уровне, про который была-то эта травма. Вот. И мы там застревая в этом впечатлении, в этом, может быть, каком-то даже страхе, у меня даже тогда от неожиданности какой-то ужас охватил, что я не ожидала, что мой близкий, любящий меня человек может так, например, жестко со мной разговаривать. Вот. И получается, что мы не можем пройти, да, вот это одна из причин того финансового потолка, в котором мы все вообще где-то застряли в прошлом. И вот мы вот этот уровень с собой проносим, да, и не можем пройти мимо него. Просто таскаемся с этим уровнем везде и всюду и упираемся в это же ограничение. Так это только я вам одну ситуацию вспомнила. А если еще так внимательно повспоминать, то каждый из нас может набрать по целому ряду этих ситуаций, и они все потихонечку просто нас держат на крючке в прошлом. И что я хочу подвести как итог всех своих вот этих экспертных высказываний. Итогом является следующее. Если мы не работаем с психологическими причинами, которые блокируют рост дохода, то любые действия, любые какие-то системы вряд ли дадут ощутимый результат. Плюс-минус то же самое. Вот, поэтому мы топчемся на месте, потому что не прорабатываем на глубинном уровне, на энергетическом уровне те причины, которые нужно прорабатывать. И как же прорабатывать эти вообще психологические проблемы? И я хочу предложить вам пройти и поучаствовать в моем марафоне «Расширение своей финансовой емкости». И этот марафон как раз о том, чтобы проработать те психологические причины, о которых я вам рассказала в этом уроке. И тогда вы сможете выйти на уровень своих взрослых денег и управлять своим финансовым потоком. По крайней мере, вы научитесь регулировать и замечать те действия, которые вы делаете на уровне действий. Насколько они энергетически поддержаны корректным мышлением, корректным образом. Нигде ли вас там что-то не смущает, не сдерживает, не стыдит и так далее. Вот, и расскажу вам о марафоне чуть подробнее. Марафон «Расширение своей финансовой емкости» стартует 23 апреля 2024 года. Формат марафона онлайн. Все уроки в формате аудио, сообщений и в записи. В записи, в голосовых подкастах. Также тексты некоторые для скачивания, материалы. И это все тоже прилагается, смотря какая тема. Где проходит? Это закрытый телеграм-канал, в котором просто все участники туда присоединяются, и там идет наша работа. Есть несколько вариантов участия. Тариф первый. Входит в этот тариф участие во всех уроках. Вы включены в общий чат общения. Вы туда задаете вопросы, пишете обратную связь. Отчеты о выполненных заданиях. Я их проверяю и даю обратную связь каждому. Но, опять же, ни за кем не бегаю. Все, кто напишут, те получат обратную связь. И лично я курирую чат. Я отвечаю на все вопросы. Никаких кураторов в моих марафонах нет. И стоимость такого тарифа 6800. Второй тариф все то же самое. Плюс есть еще возможность поучаствовать в моих групповых онлайн-практикумах, где мы прорабатываем энергетическое намерение. И я предлагаю поучаствовать дважды. Два групповых практикума. И такой тариф стоит 11300. Это дешевле, чем отдельно бы вы пошли в два групповых практикума и еще марафон. То есть, если бы вы купили марафон за 6800, то вам нужно было бы еще 6000 заплатить за участие в двух практикумах. Итого это было бы 12800. Так я вам предлагаю за 11300. И третий тариф. Этот тариф тоже включает в себя полное участие в марафоне. Но здесь вы еще получаете три моих терапевтических сессии. И стоимость такого тарифа получается 25000 рублей. Тоже выгоднее, потому что отдельно три моих сессии стоят 24. И если еще за 6800 прибавить марафон, то тогда получится 30800. Я отдаю третий тариф за 25000. И кроме того, до 18 апреля действуют выгодные цены. Специальное предложение. А с 19 апреля будет повышение цен. Первый тариф будет стоить со скидкой, с приятной ценностью, сейчас вам буду называть. Вместо 6800 – 5440. Второй тариф вместо 11300 будет стоить 9300. И третий тариф с индивидуальными сессиями вместо 25000 будет стоить 22000 рублей. И до 18 апреля можно присоединиться к марафону по этим тарифам, по этим вариантам. Что будет на марафоне? На марафоне будет работа со страхом нищеты и безденежья. Это для всех, кому страшно остаться без денег. Для всех, кому страшно иметь дело с нищетой. Для всех, кто жалеет нищих, бедных, обделенных и так далее. Потому что это очень сильно сдерживает ваши росты в доходах. Это по сути то, что вы не принимаете, не можете пройти через это. И поэтому сами сталкиваетесь с ситуациями нехваток и так далее. Дальше. Обнулим травмирующие вот эти детские впечатления по теме денег. Для того, чтобы пройти из тех ограничений. Проработаем над тем, чтобы принять людей и равнее относиться к людям. Ибо через людей мы получаем деньги. Деньги не ходят к нам ножками сами. Мы поработаем с собственной ценностью. Для того, чтобы ее как эквивалент обменивать на тот уровень денег, на который вы хотите обменивать. Мы поработаем с вами над энергией наслаждения и удовольствия. Пройдем в канал взрослых денег. А для этого нужно выйти из детских денег. И принять для себя энергии взрослых денег. Научимся, как двигаться в новый уровень по деньгам и при этом не сливать деньги. Также уберем ограничивающие убеждения про деньги, что их тяжело зарабатывать и прочее. А также поставим намерение на расширение финансовой емкости. Чтобы участвовать в марафоне, нужно определиться с вариантом тарифа. И если вы в Telegram-боте смотрите этот урок, то переходите по ссылочке, которая будет после этого урока доступна. Переходите, изучайте подробнее информацию и выбирайте подходящий вам тариф. Оплачивайте и после оплаты вы автоматически попадете в закрытый Telegram-канал у всех участников марафона. Если же вы получили этот урок за подписку, как бесплатный подарок для всех участников, который я дарю своим новым подписчикам, то просто напишите мне о своем желании участвовать в марафоне, и я вам пришлю ссылочку с информацией о марафоне и с информацией о тарифах. Спасибо большое за внимание. Была очень рада поделиться с вами теми знаниями, которые есть у меня. И буду рада видеть каждого из вас на марафоне расширения финансовой емкости, который стартует уже 24 апреля.